Здравствуйте! Новости на ННТФ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. Дагестан отмечает День Конституции. С праздником! Жителей поздравил и глава республики Владимир Васильев. В городах Дагестана выявлена сеть «Казино», работавшая несколько лет. Подробности сегодня в выпуске. 15 протоколов за один час. Нарушителей правил дорожного движения не стало меньше. ГИБДД проводит рейд по выявлению нарушений перевозки детей. Сегодня Дагестан отмечает одну из важных дат – День Конституции Республики. Праздник относительно молодой. Его отмечают с 2003 года. А принят был основной закон региона 25 лет назад. Документ закрепил государственное устройство республики и провозгласил высшими ценностями права и свободы человека. С Днем Конституции жителей поздравил и глава республики Владимир Васильев. Сложная полутория. И, наверное, те, кто готовили, понимали Конституцию, хорошо понимали. И, как показывает история, решение было совершенно правое. Удалось стабилизировать ситуацию в экономике, в социальной сфере. Крепционная норма прочно утвердилась в государственной строительстве и общественной жизни, что очень важно. Конституция позволила сохранить единственную целостность республики. Закрепила основную граническую устройство, признавая высшей ценностью человека, его права и свободы. Традиционно в этот день были отмечены заслуги дагестанцев. Заслуги тех, кто внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, дружбы между дагестанскими народами, в культурную деятельность, развитие экономики, повышение благосостояния людей. Иначе говоря, глава наградил государственными наградами граждан, принимавших активное участие в процветании всего многонационального Дагестана. Это работа не одного дня. Это тот долгий, кропотливый труд работы всего фонда на протяжении 8 лет деятельности нашего фонда. Очень приятно, что глава республики заметил наш труд. И хочу отметить, что это не заслуги мои личные, а это заслуги всей команды, всего состава фонда «Инсан», всех добровольцев и волонтеров, и всех тех, кто неравнодушных людей, которые принимают участие в нашей деятельности. В Хасавюрте орден за заслуги перед республикой. Министр внутренних дел Дагестана вручил ветерану службы МВД Абдулвагиту Арзулумову. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Вечная память героям». После министр отметил, что в рядах МВД по республике Дагестан всегда были сотрудники достойного уважения. Подтверждением тому служит то, что 16 героев России – сотрудники ОВД. Есть такое понимание, да, заслуга перед Родиной. Вот сегодня Абдулла Типовича наградили орденом. Я думаю, что это самый сильный, самый большой орден, который есть вообще для Дагестана. Это за заслуги перед Дагестаном. Спешите получить от таких, как наш сегодняшний ветеран и юбиляр, все то хорошее, что в них есть. Можно не успеть. Абдулвагит Арзулумов поблагодарил министра за высокую оценку его работы. По словам ветерана, вся его сознательная жизнь была связана с правоохранительной деятельностью, о чем ветеран службы никогда не жалел. В Дагестане работы лишились 17 депутатов за сокрытие сведений о доходах. Прокуратура посчитала, что они нарушили закон о противодействии коррупции. Все произошло в Хунзакском районе. Местные депутаты не предоставили в установленный срок информацию о своих доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Районная прокуратура установила, что они допустили нарушение закона о противодействии коррупции и внесла в адрес председателя собрания депутатов представление. В правительстве Дагестана новые назначения. Сменились руководители двух ведомств. Министерство сельского хозяйства возглавил победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Абзагир Гусейнов. Соответствующий указ глава республики Владимир Васильев подписал накануне. Сменился также и руководитель комитета по лесному хозяйству. Им назначен Вагаб Абдулхамидов, ранее работавший заместителем гендиректора Центрального лесохозяйственного объединения Московской области. Напомним, предыдущий председатель Даглескоза Алибек Гаджиев был арестован 7 июня этого года в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков в природоохранной зоне. 33 уголовных дела по факту самовольного подключения к газопроводу заведено на жителей Махачкалы. Специалисты «Газпрома» совместно с сотрудниками МВД провели рейдовые мероприятия в Советском, Кировском и Ленинском районах столицы. Всего ими было выявлено и пресечено 48 случаев самовольного подключения к газораспределительным сетям. За несанкционированные врезки в газопровод предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ по установленным нормативам, а также возместить расходы газовой компании на проведение работ по ликвидации такого подключения, отмечают в «Газпроме». Крупную сеть подпольных казино обнаружила полиция в четырех городах Дагестана – Дербенте, Сбербаши, Кизляри и Махачкале. По делу задержаны пятеро подозреваемых. В ходе рейда было закрыто более 20 заведений, в которых располагались игровые автоматы со специальным программным обеспечением. Следствие установило, что сеть была открыта ими еще в 2015 году. Сейчас проводится обыск по адресам, чтобы установить и других соучастников преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Золотым медалистам добавят 11 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. На рассмотрение в Госдуму внесен соответствующий законопроект. Напомним, на данный момент ВУЗы имеют право начислять не более 10 дополнительных баллов. Они могут присуждаться за победы в Олимпиадах, наличие значков ГТО и золотую медаль. При этом ВУЗ сам выбирает метод распределения. Например, золотым медалистам могут добавить всего три балла. Новый же законопроект предлагает пересмотреть эту систему и начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль. По мнению автора инициативы, нововведение усилит в школьниках мотивацию к усердной учебе. Борьба с нарушителями правил дорожного движения не прекращается. Сотрудники полка ДПС Республиканского ГИБДД провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений перевозки детей без специальных удерживающих кресел. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятого. Несмотря на регулярные профилактические рейды, проводимые сотрудниками полка ДПС, водители продолжают нарушать правила перевозки детей. И не стоит забывать, что вся ответственность за безопасность пассажиров непременно лежит на тех, кто за рулем. Очередное плановое мероприятие состоялось на выездном Сулакском посту, где за один только час дорожные полицейские составили 15 протоколов. Оставили сейчас обезболивание, вы идите дальше. Надеюсь, в следующий раз уже приобретут эти детские кресла. Безопасность детей – это ответственность взрослых. Многие водители уже обзавелись удерживающим креслом. Пока свой ребенок не появился, думаешь больше о штрафе. Для этого придумали. А когда появился свой ребенок и начал ездить с ним, уже потом понимаешь, что это необходимо для детей, для безопасности, во-первых. Помощь автоинспекторам прибыли работники Муфтиата, которые раздавали специальные буклеты с памяткой водителю о важности соблюдения правил дорожного движения. С начала текущего года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 детей погибло и 153 получили ранения. 77 фактов из них – это столкновение транспортных средств. Так, с 15 июля по 28 июля на территории Республики Дагестан проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». В рамках данной операции сегодня мы проводим мероприятие как на федеральных автодорогах, так и в городе Махачкала. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Соперник Дадашева отказался от гонорара после того, как узнал о смерти боксера. Пуэрториканец Субриэль Матиас отказался от денег, которые ему полагались после победы над Максимом Дадашевым, погибшим в больнице после этого боя. Эту информацию подтвердили представители команды Матиаса. Не исключается вероятность, что Пуэрториканец отдаст заработанные деньги семье погибшего в бою Максима Дадашева. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами. Приятных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!